Арикато в хату ребята меня зовут Денис Зайченко и это в двух словах. Кратчайшие видео обзоры вообще всего что можно видео обозреть со сладкоголосым ведущим, которого на постоянной снове замещает какой-то картавящий суслик. В двух словах о видеокарте EVGA GTX 1050 Ti версии Super Clock с 4 гигабайтами видеопамяти. Это одна из лучших бюджетных видеокарт от Nvidia за 2016 год и все еще отличный выбор для 2017 года. Она компактная, не требует дополнительного питания вообще, требует от 300 ватт в блоке питания и потребляет до 75 ватт в целом, но при минимальной нагрузке она почти не потребляет энергии. От слова вообще. Несмотря на то, что версия SC или Super Clock не умеет в полностью бесшумный режим, на все той же минимальной нагрузке систему ACX 2.0 Single Fan практически не слышно. Вентилятор, который вращается со скоростью 200 оборотов в минуту, теряется на фоне уже обычного винчестера или стокового окулера от Intel. Экономность это хорошо, но по нужде видеокарта в плане производительности может дать дрозда по самую свеклу. Она имеет 768 ядер CUDA, 128-битную шину памяти, базовую частоту процессора 1354 МГц и буст частоту 1468. Память видеокарты 4 гигабайта GDDR5 с эффективной частотой работы 7000 МГц и пропускной способностью 112 Гбит в секунду. Так как видеокарта разогнана с завода, частота ее видеочипа в бенчмарках и под нагрузками может достигать 1750 МГц. Плюс поддержка все возможности от Nvidia и не только, включая GameStream, Ansel, GPU Boost 3, G-Sync, а также OpenGL 4.5, DirectX 12 и Vulkan. В роли видеоразъемов у 1050 Ti есть 1 HDMI 2.0 версии B, DisplayPort 1.4 и DVI-D Dual Link. Дана версия EVGA GTX 1050 Ti Super Clock рассчитана на Full HD гейминг и справляется с этим на отлично. В паре с процессором начиная с Core i3 она способна выдавать 60 фпс в большинстве ААА игр 2016 года уже на высоких настройках и в большинстве игр 2017 года уже на средних и низких. Из явных плюсов видеокарты я отмечаю стоимость. До 140 долларов. Компактность, экономность, тишину, впечатляющую мощность и 4 гигабайта видеопамяти в данной конкретной версии. Из недостатков отмечаю отсутствие режима полной тишины, что мелочь и тот факт, что карта буквально чуть-чуть не дотягивает до минимальных требований к виртуальной реальности. Что касается альтернатив, то в своей ценовой категории EVGA GTX 1050 Ti Super Clock не имеет конкурентов. Она чуть дороже чем RX 460, она чуть дешевле чем RX 470, она значительно дороже чем GT 1030 и значительно дешевле чем GTX 1060. Обычно 1050 слишком невыгодно из-за потолка в 2 гигабайта видеопамяти, чего слишком мало для новых игр. Также стоит помнить, что 1050 Ti в исполнении EVGA безбожная, экономная, тихая и компактная, поэтому она заслуживает звание одной из лучших, если не лучшей бюджетной видеокарты 2017 года. То есть держит этот титул до сих пор. На этом все. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк, подписываться и комментировать данный формат. Комментарии не повлияют на количество или качество моей работы, но самовыражение это всегда хорошо. С вами был Денис Затченко. До связи, ребята. До связи. Денис Затченко